1 октября в Москве в выставочном комплексе «Гостиный двор» открыл свои двери 29-й международный архитектурный фестиваль «Зодчество-2021». Магаданская область представила два знаковых проекта – создание и реновации больших общественных пространств на обоих морских бухтах города Магадана – Нагаева и Гертнера. В Нагаевской бухте уже создается совершенно новый современный морской фасад столицы Колымы, представленный комплексом архитектурных проектов. Парк «Маяк» первой, второй и третьей очереди – новым пирсом, проектом современной марины и набережной. Напомним нашим зрителям, что первый запустивший всю цепочку масштабных преображений побережья бухты Нагаева стал проект парка «Маяк». В мае 2018 года лично презентованный в Москве мэром Магадана Юрием Гришаном. И победивший в федеральном конкурсе. О новом морском фасаде областного центра в эксклюзивном интервью вечернему Магадану рассказала участник фестиваля главный архитектор региона Наталья Довгань. Сегодня мы представляем на фестивале международного зодчества, представляем Магаданскую область. В номинации регионы представляем два проекта, которые имеют серьезную значимость для развития территории города Магадан и Магаданской области в целом. Цель задачи максимально улучшить качество жизни граждан на территории города Магадан и Магаданской области. Для того, чтобы жители города, даже приезжающие туристы, любые гости, которые могут быть на территории, увидели, что это действительно достойный край. Здесь можно жить, здесь можно работать, можно воспитывать детей и не надо уезжать. А даже кто уехал, они вполне, увидев, что действительно так развивается активно территория, захотят вернуться сюда. Город Магадан представил на фестивале уникальный проект этнического парка народов Северо-Востока «Дюкча». Его строительство на побережье бухты Гертнера уже идет полным ходом. Презентовали проект в Москве сотрудники муниципального учреждения техконтроль. Данил Скрипоусов и Виктория Семкина – соавтор «Дюкчи». Специально для телезрителей вечернего Магадана Виктория рассказала о главной идее проекта. Город Магадан на фестивале зодчества представляет проект «Парка Дюкча». Парк стал победителем международного конкурса благоустройства в 2020 году и уже начинали реализацию проекта. Здесь мы представляем только сам проект. И мы хотели создать такую точку притяжения, которая даст возможность лучше познакомиться с бытом, культурой. Не терять эту историю, а наоборот вплести ее глубже в нашу повседневную жизнь. Экспозицию Магаданской области осмотрели члены жюри во главе с президентом Союза архитекторов России Николаем Шумаковым. Также состоялся живой разговор с Сергеем Ливкиным, руководителем департамента градостроительной политики города Москвы. Он очень тепло воспринял представленные проекты преображения магаданских морских побережий и пообещал оказать необходимую поддержку в их реализации. В главную часть территории города Магадана, в которой мы сейчас находимся в работе, жители уже оценивают усилия комбинатора, направлены все, что мы привезли в усилие дерево-порядок. В симптоме, в том числе, с 350 гектаров мы беременную территорию, промышленную территорию, но как всевозможные разные конец. Инфраструктура, да, в том числе, в том числе, занимается бизнес, занимаются федералы, и, конечно, президент Артан. Кроме того, к замминистру я спрошу, чтобы он оказал полное запрещение в положительном решении по задействованию. Готовый содействовать, обратиться в федеральный. Действительно, очень активно развиваются территории, и морской фасад, к которому мы практически уже много десятилетий обращались архитекторами, проектировавшимися, не было средств места. А вы справляетесь сами с задумками, с идеями, или все-таки кого-то привлекаете со стороны? Ну, приглашаем. Конечно, сначала идею даем сами разрабатывать, потому что я архитектор, приглашусь в инстаграм, и поэтому, конечно, жители привлекают. Однозначно размещены на всех площадках. Люди голосуют, предлагают твои варианты, и мы, конечно, рады, кто впитает, вообще жители, и даже с гостей города. Авторитетное мнение, поддерживающее представленный городом Магадана проект парка «Дюкча», вечернему Магадану высказал и посетивший нашу экспозицию архитектор Камиль Казаев, автор проекта «Магаданской маски скорби». Дорогие магаданцы, я безумно рад здесь быть в Москве, на этом фестивале. И еще безумно рад, что здесь представлен Магадан. Вот с проектом уже второй год он представляет объект по благоустройству. И это прекрасно. Вот объект, проект «Дюкча», он отличается от первым проектом, который был в прошлом году представлен, «Маяк». Потому что это уже о народностях севера говорит, об их обычаях. И это прекрасно. Потому что Колыма и первопроходцы – это местные жители там. Поэтому надо отражать их быт, сохранять их быт и рассказывать о их быте. И вот этот проект, я рад, что он как раз и отвечает всем этим вопросам. Безумно. Я с удовольствием поздравляю авторов, которые представили этот проект. И надеюсь, что этот проект будет отмечен руководством этого фестиваля. Успехов вам, ребята! Всего доброго!